Да, мы видим. Тема моего доклада «База данных. Тюрки-Сибири. Наукометрический анализ». Хочу немножко сделать небольшое вступление, почему мы занялись этой проблемой. И кто такие тюрки, почему мы им занялись. В мире насчитывается около 200 миллионов человек, говорящих на тюркских языках. И это Турция, Узбекистан, Казахстан, Россия и другие страны. На сегодняшний день в исторической науке одной из основных является концепция, что тюркские народы зародились именно в Центральной Азии. Чаще всего говорят об Алтае. По данным российской переписи населения, среди тюркских народов, проживающих на территории России, 11 основных этнических групп тюрков являются коренными народами Сибири и Дальнего Востока, как части Сибири. Общей численностью более 923 тысяч человек. Среди них этнические группы, имеющие относительно большую численность, это якуты, около полумиллиона. И совсем маленькие, это чулымцы, 355 человек. Сохранение культуры и самообытности народов России у нас записано на государственном уровне и в основу государственной культурной политики, и в Конституции Российской Федерации. Тюркоязычные народы стремятся к изучению и сохранению истории языка. В крупных библиотеках разных стран мира создаются цифровые тюркские книжные коллекции, тюркоязычные фонды книг. В 2019 году Ассоциация Истории и Культуры Турецкой Республики Ертат выдвинула идею создания Международной электронной библиотеки АТРАР по тюркским народам. И в настоящее время в фондах этой электронной библиотеки уже насчитывается более 70 тысяч копий редких книжных изданий. Дусторонние соглашения, сотрудничество с Ассоциацией Ертат, подписали многие библиотеки. И Ассоциация Ертат выступила с приглашением ГПНТБ «Соран» для участия в проекте «Тюркские народы Сибири». Ассоциацией была предложена финансовая поддержка для подготовки издания библиографического указателя с рабочим названием «Тюркские народы Сибири. Наука, история и культура на двух языках. Русский и турецкий». И в рамках проекта отделом научной библиографии ГПНТБ «Соран» была создана рабочая база «Тюркские народы Сибири. Наука, история и культура». На основе базы данных «Научная Сибири», когенерируемая библиотекой, и удаленных баз данных. Общий объем составил 27 тысяч библиографических записей. В связи с ограниченностью во времени указатель должен был подготовлен в очень короткие сроки. Было решено по согласованию с турецкой стороной на первом этапе создать рабочую базу книжных изданий. И на основе этой базы подготовить библиографический указатель, в котором будут отражены монографии, учебники, словари, справочники, библиографические указатели по значенной проблеме. Объем рабочей базы «Тюрк и Сибири» составил 1347 библиографических записей. Временной диапазон 1799-2019 год. К сожалению, в 2019 году, ввиду усилившейся политической напряженности между Россией и Турцией, а также в связи с пандемией, в 2020 году работы по проекту были приостановлены. Но в 2021 году сотрудники ГПНТ Басарана возобновили работу по изучению документального потока баз данных «Тюрк и Сибирь. Книжные издания». Цель работы – сделать анализ документального потока баз данных для определения тенденции развития исследований по проблемам сибирских тюрков. И задача – используя базу данных как инструмент научного исследования с помощью сервиса «Базы данных» получить наукометрические и библиометрические характеристики документального потока базы данных. Была исследована динамика публикаций по годам, которая показала, что на протяжении изучения прослеживается постоянный интерес к теме тюркские народы, начиная с создания 1799 года и Аганна Готлиба-Георгия. На протяжении всего XIX века велись исследования по этой тематике, собирались и систематизировались материалы. Начиная с 1940-х годов XX века наблюдается устойчивая тенденция увеличения числа изданий. Даже в годы Великой Отечественной войны издавались книги по исследованию тюркских народов. В 90-е годы XX века, начиная с 90-х годов XX века, происходит значительное увеличение изданий по теме. За период с 90-х годов XX века по современный период было издано 75% всех книг, отраженных в базе данных. Это в 3,5 раза превышает количество книг, изданных в советский период. Типовидовая структура документального потока показала, что почти 70% изданий составляют монографии. Сборники, фольклорные тексты, архивные материалы, документы составляют 11%. Примерно по 6% проходится на словаре и учебнике. И на остальные виды книжных изданий проходится примерно 5%. Тематическая структура документального потока. Показала, что 74% всех публикаций распределены в четырех разделах. Изыка знаний, фольклора, литературы, истории, археологии, этнографии. Наличие значительного количества документов в этих разделах можно объяснить почти необъятным исследовательским полем, комплектностью исследуемых проблем, огромным количеством документальных источников, касающихся тех или иных аспектов проблем. Исследование отражения народа в публикациях базы данных показало, что все народы, все сибирские народы, присутствующие в списке народов, включенных в базу данных, они отражены в публикациях. Вот здесь две диаграммы, где с одной стороны публикации книг народов тюркского происхождения, а здесь численность тюркских народов, где мы можем видеть, что существует вполне такая закономерность, что те народы, численность которых более высокая, имеет и большее количество публикаций. В России изучением тюркских народов в Сибири занимаются научно-исследовательские институты и вузы в основном университеты. Примерно 24% организаций – это научный институт Иран, Академия наук СССР. В базе данных отражены сведения примерно о 150 научных учреждениях, в рамках деятельности которых подготовлены книжные издания. Прежде всего, это, конечно, монографии. На этом графике представлено 13 научно-исследовательских учреждений, в рамках которых опубликовано 10 и более изданий. Это 9 научно-исследовательских институтов и 4 университета. Ну вот здесь это более, на таблице более видно. Лидирует Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Сибирского отделения РАН. Затем идет Северо-Восточный федеральный институт имени Амусова. Но здесь я более подробно сейчас расскажу. Одно из достижений Института гуманитарных исследований – это подготовка большого толкового словаря якутского языка в 15 томах. Далее следует группа научных институтов Сибирского отделения РАН с условным названием «Институты Сибирского отделения РАН – истории, философии, филологии, археологии и этнографии». Монографии этих учреждений посвящены исследованию различных тюркских народов – сибирских татар, шурсов, тувинцев, хакасов, алтайцев. В серии памятников фольклора народов Сибири и Дальнего Востока Институтом филологии подготовлено 15 сборников фольклорных текстов. Следующее научно-исследовательское учреждение занимается теми народами, которые расположены на территории их изучения. Так, Хакасский институт языка, литературы и истории, соответственно, занимается хакасами, а научно-исследовательский институт алтаистики, горно-алтайский научно-исследовательский институт истории, языка, литературы занимается изучением тюркского народа алтайцев. Значит, Кемеровский институт языка знания Российской академии наук занимается телеутами Омский государственный университет, шурцами и так далее. Почти половина изданий Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории посвящена исследованию в области языка знания, это хакасский язык. Здесь следует отметить фундаментальный труд Хакасско-русский словарь, около 22 тысяч слов. Исследования института этологии и антропологии имени Миклуха Маклая посвящены группе тюркских народов Сибири. Изданы две коллективные монографии, посвященные сибирским тюркским народам. И подготовленный трехтомник «Шурцкий героический», с которым представлены эпические сказания шурцов, малочисленного тюркского народа, проживающего на юге Западной Сибири. Ну, значит, в заключении можно сделать такие выводы по поводу нашего исследования. Хочу сказать, что это первое приближение к проблеме изучения информационной базы проблемы тюркских народов Сибири. Исследование показало, что изучение проблем коренных народов – дело государственной важности, и это отмечается в соответствующих постановлениях органов власти. Исследование истории культуры языка тюрков Сибири и Дальнего Востока, как части Сибири, проводится на высоком научном уровне. Ими занимаются около 150 научных организаций, среди которых примерно 24% – это научные институты Российской Академии Наук. Более 2-3 изданий, включенных в базы данных, – это монографии, в которых углубленно исследуются проблемы тюркских сибирских народов. Прослеживается положительная динамика количества публикаций и значительный их рост в 90-е и 2000-е годы – 75% от общего числа изданий, что говорит об актуальности исследуемых проблем. В связи с обширностью проблем, касающихся тюркских сибирских народов, материалов которых рассеяны по множеству источников, и как составная часть содержится в публикациях, посвященных общим вопросам мировой истории, этнографии и заказания культуры, требуется дальнейшая поисково-аналитическая работа по выявлению новых материалов. Спасибо. Спасибо.